Всем привет! За окном очередной тайфун. Я уже, честно говоря, сбился со счету, который он нынче в Приморье у нас. Опять льет, опять дует, в море особо не вылезешь, даже порыбачить. Зато появился повод рассказать об эволюции электрических приспособлений, некоторых электрических приспособлений для ловли рыбы. А точнее не рыбы, а кальмара. И давайте я сегодня вам расскажу. Как раз у меня на столе снасти, с помощью которых мы на Дальнем Востоке ловим кальмара. Ну, катушка тут ни при чем. Тут у меня вот рыболовецкий ящик. Раньше мы использовали обычные кальмарницы. Это вот такой кусок пластмассы, у которого есть крючки. Продвинутые джентльмены в Азии делали вот такие вот кальмарницы. Что здесь значит? Яркий такой вот поплавочек, тельце белое. И крючки, за которые кальмар цепляется. Дело в том, что он очень любопытное животное. Вот чтобы его любопытство приманить, рыбаки идут на всевозможные ухищрения. Изготавливают вот такие снасти. Ну, это фабричная снасть, это креветка. Видите, да? Похожа на креветочку. Тут у нее вот перышки есть, глазки даже есть. Здесь резко цепляется. И вот эти вот острые крючья. Кальмар ловит эту креветку, цепляется за эти крючья. И его вытаскиваем. Он плюет в вас чернилами, а дальше мы его готовим на сковородке. Вот еще одна такая же креветочка. Много у меня трофейных, потому что я ныряю, нахожу их на дне. И проблем с такой вот наживкой у меня нет. Но сегодня я хочу с вами поделиться именно электрическими знаниями. Потому что в основном на моем канале собрались люди, которые любят электронику в разных ее видах. И поэтому мы поговорим об электрической части. Вот чтобы приманить кальмара, люди использовали свет. Ну, сайру, наверняка вы знаете, ловят на свинерах, посвящая море яркими прожекторами. Были такие здоровые лампы. Синие, зеленые, красные, полутора киловаттные. Дома такую не включишь, розетка расплавится. Ну, а рыбаки, которые на лодочках выезжают, типа меня, конечно же, такую лампу запитать не могут. Но все равно свет хотелось использовать. Факелы мы учитывать не будем. Мы будем рассказывать о том, что светили мы раньше фонариком в воду, чтобы приманить кальмара или сайру, и ловили ее на крючки, либо на наживку. А дальше уже появились некоторые ухищрения. Вот одно из них. Это химический свет. Вот так он называется, чтобы не было рекламы. Свет достаточно такой маленький, поганенький. Вот если сломать эту трубочку, вы видели, наверняка для дискотек еще продаются такие палочки, которые светятся в темноте. Вот этот вот светляк, как мы его называем, будет светиться в течение суток. Светится он зеленым светом. Они есть разные. Белые, голубые, розовые. Это химический источник света. К электричеству не имеет никакого отношения. А вот это уже здоровенное хитромудровое устройство, которое по сути является подводным фонарем и служит для того, чтобы приманивать рыбу. Вот о них мы сейчас вкратце и поговорим. Вот у меня целая куча. Они разные. И как раз можно на них рассмотреть эволюцию всего этого дела. От факела и, как говорится, к обыкновенной моргалке. Это устройство, если его разведить, имеет прозрачный корпус. Внутри самая настоящая плата. Вот реальная плата. Я даже встречал моргалки, у которых вот здесь вместо чипа, здесь уже чип, она более продвинутая, были напаяны транзисторы, диоды. По-моему, 4 транзистора и диодов с резисторами штук 5. Ну, плюс емкости. Вот, все это запаковано в герметичный корпус. Вот у него прокладочки. Видите, сколько колец. Это чтобы при завинчивании уже сюда морская вода не попадала. Морская вода не пресная. Если один раз попала, сожжет все, что угодно, что сделано из металла. Смотрите, вот что происходит с грузилом, которое бултыхается в морской воде. Это свинец. Это железяка. Из-за того, что вот они образуют пару, свинец вон как окисляется. Хотя нет никакого электричества. Это не аккумуляторная клемма. Отвлекся. Элементов питания. Три штуки. Выключатель. Трехпозиционный. Два диода напаяны на плате. Ну, прям таки монстровая штуковина, которая призвана светиться и моргать. То есть, ее надо активировать, вставить батареечки, включить ключ. Вот этот вот переключатель. Засунуть это устройство в герметичный корпус. Дальше уже все это дело пристегивается к удочке. Вот здесь есть карабинчик. Либо просто приматывается леской, либо проволокой. Ну, кому как нравится. И опускается в воду. Любопытный кальмар смотрит на эту моргалку, подплывает ближе, пытается пощупать щупальцами, а тут к нему подплывает крючок и его цепляет. Это, значит, первая такая вот конструкция здоровенная. Ну, уже, правда, без транзисторов и считалась она в свое время продвинутой. Следующая конструкция была вот такой. То, что здесь корпус зеленоватый, он должен в воде играть и вызывать любопытство у водоплавающих, тех, которых мы ловим себе на еду. Внутри у этой продвинутой схемы находится одна батарейка. Здоровая, чтобы надолго хватало. Вот этих вот маленьких батареек хватало на пару рыбалок. Вот потому что режим этой микросхемы весьма убогий. Он выдает ток на эти диоды очень большой. Вот для того, чтобы подольше рыбачить, там рыбалок 5, 6, 7, кому как, корпус практически не изменился. Видите? Точно такой же. Пара колец герметизации, их надо смазывать лучше солидольчиком или вазелинчиком, чтобы они помягче были. Батарейка мощная. Вот. И, как вы понимаете, от полутора вольт мерцалки работать не будут. Здесь уже целая схема. Схема, подобная схеме фонарика. Вот те фонарики, которые работают от одной батарейки. И так, вот они, светодиоды. Конденсаторы есть. Что там еще видим? Стабилитрончик, по-моему, есть. Вон резистор. Ну, вместо микросхемы, скорее всего... А, ну, транзистора нет, есть микросхема. Все, по-моему, отчетливо и хорошо видно. То есть, вот уже вот такая глобальная конструкция из трех диодов, призванная моргать. Давайте я ее назад затащу и запустим ее. Ключом здесь служит просто замыкание при свинчивании контактов. И посмотрим, как вот эта штука работает. Три диода, они уже вспыхивают разными цветами и должны действовать на психику водоплавающих еще сильнее. То есть, ну, как же не подплыть к вот такой вот моргающей штуке и не посмотреть, что же там переливается всеми цветами радуги. Это, значит, следующая стадия. То есть, видели плата с тремя батарейками и микросхемой и два диода, которые всего лишь одноцветные. Потом плата уже с тремя диодами, конденсаторами, стабилизаторами и одной батарейкой. То есть, тут и уже и умножитель сделан для того, чтобы с полутора вольт накачать четыре с половиной и три диода, чтобы они по очереди моргали. Следующая стадия. Следующая стадия уже более продвинутая. То есть, эволюция идет, эволюция развивается. Вот такие мини-поплавки. Отказаться здесь от элементов питания не удалось. То есть, элементы питания тут присутствуют. Их также три. Вот здесь вот такие батареечки. Сейчас покажу. Вот они. Дорого они сейчас стоят, честно говоря, покупать. Вот их неохота. Вот эти вот таблетки. Вот. Таблетки 1,4 1,5 вольта. Вот. Достаточно мощные, достаточно долго работают. Но уже вот в этом поплавочке, видите, он более миниатюрный. По сравнению с вот этими. Вот смотрите, вот он в сборе. И вот если его рядом с этими крокодилами расположить, он самый маленький из них. И самый простой. То есть, сейчас у меня из трех работает только один. Делает он флешку. Ну, то есть, вспыхивает вот такими белыми вспышками. вот в этих у меня по-моему, здесь красный горел мигающий. А вот здесь такая же штука переливающаяся. И давайте посмотрим устройство. Помните, я делал ролик «Зачем делать сложным то, что проще простого?» Так вот, корейцы. Это северокорейская штукенция. Может, она такая есть и в Китае, и в Южной Корее. Но вот это именно северокорейская штукенция. Состоит всего лишь из одного светодиода. В данном случае это белый вспыхивающий диод. Я так, правда, не понял, как у него режимы эти работают, но он просто пыхает непонятным образом. А то же самое делает красный мигающий диод и RGB диод, который один справляется с функцией вот всей вот этой вот бандуры. То есть один маленький светодиод может точно так же переливаться всеми цветами, которые вот у этой вот штуковины. Как видите, инженерная мысль работает, и вместо того, чтобы городить вот такой вот огород, напаивая транзисторы, резисторы и используя 4,5 вольта, можно было упростить. Правда, здесь не смогли упростить до одной батареечки. Но прогресс не стоит на месте, не топчется. И если мы знакомы уже с RGB диодами, вы их наверняка видели в моих роликах, эти диоды даже поют, я делал сирену на них. Кому надо, опять вспыхнуло, кому надо, может по ссылочке, вот там внизу ссылочка есть в описании, посмотреть, как мяукают светодиоды RGB. С помощью всего одного диода и батареек, спрятанных в герметичный корпус, мы уже получили вот это устройство, приманивающее кальмара и рыбу, которое гораздо проще, по-моему, гораздо надежнее, потому что если морская вода даже и зальет, вот тут вот контакты сделаны, я не знаю, кто производитель диода, но я даже удивился, контакты этого диода и те, которые были вот в этих штучках, они не ржавеют, то есть, скорее всего, они сделаны из легированной какой-нибудь стали или нержавеющей стали, или еще какого-нибудь сплава, который в морской воде не раскисает. Но, к сожалению, не могли отказаться вот от этих батарейчик, ради вот этих вот мерцаек и приманок, будет уже сделана на батарейках, активируемых соленой водой, ведь морская вода соленая, она позволяет делать гальванический элемент буквально на ходу. Вот. И тогда уже эта штука будет еще проще. Ну, вот такой рассказик вкратце я хотел вам рассказать. На этом все. Пока. До следующих встреч.